Друзья, всем привет! Это новый видос на моем канале и в этом видео мы будем заниматься с вами проводкой и укладкой, прокладкой, установлением подрозетников и завод проводки на их законные места. Но прежде чем начать этот видос, как вы помните в прошлом видео, я остановился на том, что я полностью снял полы, вот здесь уже немножко подмел, но я не показал вам одну вещь, которую сделал в принципе недавно. Друзья, это убрал вот эту вот стену, думаю, после нее вот видно окантовку. Мы с женой решили сделать кухню-студию, то есть здесь вот будет располагаться зал, вот, а здесь будет располагаться кухня, здесь что-то, какое-то разделение. Поэтому мне пришлось снести вот эту вот стенку, да, опять же с помощью одного молотка. Молоток у нас оказался хорошим, сильным, вот он лежит, отдыхает. Суть в том, что я уже разметил подрозетники, точнее выключатель, вон там подрозетники, вот здесь, на этом вот уровень, здесь я уже вчера пробовал штробить, но уже было поздно, поэтому остановился пока на таком порезе. Здесь будет три штучки, здесь вот под телевизор вот разметил, и вот она штроба идет. И три розетки у нас вот тут вот будут, где вот старое было вот это вот отверстие, тут их будет потом три. Нужно проштробить, уложить вот такие вот подрозетники, вот они. Также я установил вентилятор один, вентилятор два, чтобы это все у нас в окна пыль уходило, и открыл двери, чтобы был сквозняк оттуда. Начинаем штробить, одеваем респиратор, берем вот такую чудо-болгарку с таким вот диском и делаем вещи. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж, у нас проетрилось. Ну, кроме меня, понятное дело. Что ж, дальше, чтобы нам вот это все убрать, можно просто молотком бить. Можно взять пьяночку. Вот так вот. Скажу вам одно. Когда покупаете подрозетники, учитывайте то, что они, ну, немножко нестандартного размера, они увеличены. И учитывайте то, что у вас, ну, чем будете штробить, диском или все-таки коронкой. Если коронка, это будет, мне кажется, проще вы углубились на нужную вам глубину и как бы выдолбили, вставили. В моем же случае, к сожалению, моего диска не хватает, чтобы с первого раза прорезать нужную мне глубину. Ну, вот, на вот это вот я потренировался. Тут, короче, дырка прям в кулак здоровая. Но зато подрозетники туда полностью входят. Заподлицо. Что, друзья, прошло уже некоторое время. Все-все штробы все подготовил. Розетки уже, точнее, подрозетники забетонировал. Вот, здесь тоже так вот. Здесь. Вот, это на свет выключатель. Ну, и, естественно, здесь все подготовлено. Сейчас смог купить только кабель под розетки. Это у нас вот такой 2,5, 3 на 2,5. И сейчас буду, в принципе, его в розетке прокладывать. Будет, получается, это конец. Будет идти сюда. Ну, такой вот змейка и уйдет. Пока я начну, пришел пес. Теперь у него кликуха не пес, а барин. Вот, теперь, сейчас как он залетает, смотрите. Ага, заходи, заходи. Пошли, пошли, пошли. Что? Что? Стой, фури. Ты мой сладкий, ты мой хороший. Ох. Да? Да, да. На свое законное место, да? А тут проводка лежит. Ужас. Зачем ты пыль такую поднял, пес, а? Я снижаю. Папа. Желаю. Продолжение следует... Короче, сейчас, по-моему, придется выйти на улицу, потому что больше 20 метров в совокупе нужно будет засунуть сейчас кабель в изоляцию. И в данной маленькой комнате мне это сделать очень неудобно, поэтому, наверное, сейчас это все все-таки на улицу. Вот, и буду затягивать гофру, потому что здесь это просто пипец, я вытянуть ее полностью не могу. Благо, двор позволяет это сделать, тут прям до забора больше двадцатки, поэтому сейчас, наверное, здесь это и буду делать. Вот так вот можно по-быстрому в одного перемотать 20 метров кабеля с гофрой. Правда, забыл немножко, как это делается, но ничего, быстро вспомнил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... итак для что же с проводкой в комнате я закончил полноценно уже лежит проводка для света выведены концы здесь уже пойдет в щиток пойдет также прокинуты все розетки здесь здесь и вон там все это в штробе вот на проводка идет уходит вот туда вот это как бы сейчас тоже нужно будет смотать осталось прокинуть вот сюда вот четыре квадрата но пока прокидывать не буду потому что есть пару нюансов которые нужно сначала сделать потом покидывать кабель в остальном в комнате и кухне в принципе все остается только ванна комната но здесь тоже есть пару моментов которые нужно сначала сделать с трубой а потом уже прокидывать проводку потому что ей нет еще определенных видений где будет конкретно стоять умывальник либо вот так, либо вот так вот то есть розетка естественно будет либо здесь либо здесь, для этого нужно прокинуть мне сначала трубы, как это будет лежать, также вывести под санузел точнее там будет стоять туалет на месте котла также это не скоро, у нас еще за окном пока полноценная зима и проштробить и вывести трубы под душ поэтому в принципе чем мы будем заниматься по проводке у нас пока все в коридоре, также это будет сделано чуть попозже потому что весь щит будет находиться в будущем на вот этой вот стене вот, а здесь уже будет другая часть дома, не скоро, но будет